В 20 веке, благодаря развитию кинематографа, мы можем увидеть быт и настроение людей каждого десятилетия. Правда, документальная хроника выглядит предельно правдиво, а художественные фильмы чаще имеют понятный сюжет, но сглаживают острые углы. Мы переживаем неслыханные трудности, мы голодаем, мы отрезаны от нефти, от угла. Хлеба нет, а за градины кельбирают, ну ну мы его свяка... Относительно хлеба я вам отвечу потом. Однако в истории советского кинематографа остался фильм, который попытался соединить в себе эти два вида киноискусства. В этом видео вы узнаете, в чем художественная и историческая уникальность первого фильма о блокадном Ленинграде. В мае 1941 года на киностудии Ленфильм вышла картина «Фронтовые подруги» режиссера Виктора Эйсамонта. Фильм рассказывал о событиях при фронтового госпиталя во время Советско-финской войны. «Имейте в виду, дело это добровольное. Кто не хочет или не может, пусть лучше сразу скажет. Работы будет много, красоты будет мало. Жить придется по-всякому». «Фронтовые подруги» стали своего рода первой художественной картиной, в которой авторы попытались рассказать и передать ощущения людей, которые столкнулись с новыми вызовами времени. «Тамара, перестань дрожать. Ничего страшного нет. Просто воздушный налет». Картина не смогла получить большого проката, ведь уже через месяц началась Великая Отечественная война. 24 июня начались съемки своеобразного спин-оффа «Фронтовых подруг» под названием «Подруги на фронт». Продолжение вышло через 20 дней и являлось, по сути, полностью агитационной картиной. Однако «Подруги на фронт» стала первым короткометражным фильмом киностудии «Ленфильм», снятый про и во время Великой Отечественной войны. «Только не потеряйте». «Доставлю по назначению». «Счастливого пути». «До свидания». Здесь хочется добавить, что с началом военных действий на всех киностудиях начали создаваться фронтовые киногруппы, снимавшие материал для регулярных выпусков кинохроники, выпускались фронтовые кинорепортажи и боевые киносборники. Художественное кино тоже стало меняться. Оно показывало бои, как столкновение характеров и духовных потенциалов людей. Есть претензии другого порядка. Ого, разговор обещает быть серьезным. Совершенно точно. И чувствую, что претензии будут адресованы ко мне. И предчувствие тебя не обманывать. Первый в истории полнометражный художественный фильм о Великой Отечественной войне был снят тоже на Ленфильме. Картина называется «Непобедимые» режиссеров Сергея Герасимова и Михаила Калатозова. «В районе Кингисепа, сдерживая натиск чисто для входящих сил противника, наши части отошли на новые оборонительные рубежи». Картина уникальна своей фактурой и содержанием. Ведь кинематографисты начали полудокументальные съемки картины осенью 41-го года в блокадном Ленинграде. А изначально картина называлась «Ленинградская осень». По сюжету немецкая армия все ближе подбирается к Ленинграду и со дня на день сомкнет город в кольцо блокады. Коренной ленинградец, инженер Родионов, в эти трудные дни остается на Кировском заводе и пытается наладить выпуск нового танка. А в этом ему помогает молодой инженер из Жорского завода Настя Ковалева. По словам режиссера, идея фильма зародилась 13 июля 1941 года. Авторы сценария писали о том, что видели вокруг себя. А сам сценарий был окончен осенью, когда кольцо блокады уже замкнулось. Сергей Герасимов в воспоминаниях писал «Мы были участниками, а не свидетелями, наблюдающими события через форточку. Все, что происходило там, происходило тут, а не там. Мы еще спорили о том, как подать материал, как завязать интригу и так далее, но чаще всего мы и это отбрасывали. Отбрасывали и просто шли, исходя из событий своего собственного дня. Мы как бы искали и находили в своих строках ответы на мучащие нас вопросы. Каждая строка становилась для нас самопознанием, что мы-то по поводу всего окружающего думаем и чувствуем. Отсюда родились целый ряд сцен». Съемки велись весь ноябрь и часть декабря. Особое внимание авторы уделяли тому, чтобы картина не стала просто как новый очередной плакат. И была реалистична. Поэтому в фильме не стали снимать сцены боевых действий. В полудокументальных съемках присутствуют рабочие завода, военнослужащие и ополченцы, жители города. Техника и оружие в фильме не просто настоящие, а действующие. Зенитный пулемет ДШК снимали, когда он нес боевую службу. А бронепоезд с башнями от танка Т-34 снимали, когда он уходил на фронт. Особый интерес представляет кадр с танком КВ-1. Кинооператоры сняли его при выезде из завода имени Кирова. В декабре студия Ленфильм была эвакуирована в Алма-Ату, где работа над картиной была продолжена уже на киностудии ЦОКС. Фильм непобедимый, несмотря на все недостатки, является по сути своей первооткрывателем темы и оказал огромное влияние на зарождение жанра отечественных фильмов о войне. Критики неоднократно отмечали, что фильм ценен даже не столь сюжетом и недокументальными кадрами, а психологически точным и правдивым изображением блокады, событий и характеров людей, которые не знают еще, через что предстоит пройти жителям блокадного города. Испугался. Ведь мы все видели. Ночью-то, как днем светло. Ой, кругом все горит. Сколько горит в человеке. Зверь, зверь.